Доброе утро! И вот я прибыл. На вторую фазенду. Вернее, первая изба, а вот эта фазенда. Так, сегодня, скорее всего, я останусь ночевать здесь, но, может, и не останусь. Не знаю, посмотрим, как будет клёв. Если клёва не будет, то я тогда ровно день здесь буду. Сейчас немножко разгружусь кое-что. Попью чай и сразу же поеду рыбачить. Погода сегодня плюсовая, утром было ноль. Сейчас уже, наверное, плюс конкретный, потому что вот, ну, просто вот снежки, лепишь и всё. Фазенди этой нашей, когда мы её в двадцать первом году построили осенью, саму фазенду вот. А вот это уже парни доделывали на следующий год. Вот, я в этом уже не принимал участие. Это они уже тут сами достроили, Иванычи. У нас тут вроде всё нормально, всё стоит. Вот, как всё построили, так и всё есть хорошо. Тут уже люди были. Видно, накатано. Видно, жили я в этом году здесь первый раз. Так что будем пробовать сегодня рыбачить вот на такой вот маленькой рычушке. Поедем туда вверх по течению. Будем искать рыбу там. Так что я разгружаюсь, пью чай и выдвигаюсь. Пью чай и выдвигаюсь, пью чай и выдвигаюсь. Кому интересно, как построена была эта фазенда, ссылку оставлю где-нибудь. Здесь, здесь хрен его знает. Если получится, конечно. И посмотрите, как шло это строительство. Стоит у нас на фундаменте лиственичном. Так что думаю, в ближайшее время он не сгниёт. И всё с этой фазендой будет хорошо. Так, ну что, а я выдвигаюсь на речку. Будем пробовать ловить хорёса. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, друзья, прибыл я на первое место. Конечно, уже места проехал много, но чуть дальше заехал. А тут, я как помню, вроде бы рыба была. Ладно, попробую сейчас здесь. Вроде вставочка неплохая. Забурюсь, раскину удочки. На сегодня я взял уже с собой мотобур. Его тоже надо собрать, расшехлить. И немножко побурюсь мотобуром. Вот у нас уже лёд тут, как вы знаете, на севере толстоватый. И руками бурить особо много сильно не побуришь. Ладно, начинаем рыбалку. Так, первая удочка пока стоит, у нас не рыбачит. Вернее, рыбачит, но пока на неё тишина. Ну что, усилился ветер. Первая поклёвка. Ага, первый хорюсок. Маленький. Ага, показал себя. Смотрите, удочка стояла, наверное, минут 7-8. И тут, смотрите, первая поклёвочка. Опа, сразу ещё. Ого. Ещё один маленький. А то мы тоже домой отпустим. Опа. Смотрите, стояла, стояла. Сразу два. Ооо. Ну вот этот уже более-менее. Этого уже можно взять. Переехал я на следующее место. На том месте, вот я поймал три хорюска. Один ещё более-менее можно было взять. Два маленьких. И поклёвки были, и всё. Там пара поклёвок, и больше вообще тишина. Переехал на такое место. Сейчас буду здесь поворотик разбуривать. И вот здесь вот, вот эту вставочку попробую пробурить. И что, посмотрим, если здесь хорюс. Три удочки кинул вот на эту поклёвку. Слабенькая, правда. Такое ощущение, что мелочь. Вот кто дёргает у нас, оказывается. Вот он кто, хулиган. Что у нас здесь? Только отошёл, только отошёл сразу, спотел. Блин, ну что это, ну как так, ёпта. Ну что ты, брат? Да ты же маленький. Бунь схватил, взял. Смотрите, сразу. Больших нет получается. Сюда мелочь. Пока идёт плотный снег, я решил укрыться от снега в таком ельнике и то, через который пробивается снег. Ну и заодно перекусить. Здесь намело не так много этого пушистого бархата. Так что я сейчас благополучно позавтракаю плотно. И, пожалуй, поеду дальше, если здесь не будет клевать. Хотя, здесь всё равно поклёвывает. Мелочь есть. Но, это не показатель пока. Так, косёрчик радостно затрещал. А я буду вытаскивать нашу местную кашу, которую делают в коме. Очень вкусная, рекомендую. Если кто увидит, покупайте. Прям вообще великолепно. Я обожаю перловую с мясом. Вот такая вот. Каша оказалась рисовая. Обратите внимание. Вот видите, уже видны кусочки мяса в кашу. Каша будет довольно сытная. Сейчас поставим её греться на костёр. На край костра. И я благополучно отзавтракаю. Надеюсь, к этому времени прекратится этот вездесущий снег. Снега заметно стало меньше. Посмотрите. На меня сейчас вообще перестал сыпать. Ветки уже не пропускают его. В отличие от того, когда он был плотный. Я вот тут кушаю. А тут оказывается, смотрите, сзади меня какой-то зверь. Возможно, скорее всего, лось погрыз вот такую вот рябинку. По-моему, это рябинка или... Да, это рябинка. Смотрите, как отчётливо видны его зубы, когда он снимал кору. Кстати, у нас уже активизировались медведи, стали активно вставать. Так что сейчас надо быть очень бедительным. Вообще, одному лучше, конечно, в такое время стараться не кататься по тайге. Потому что бывает всякое. Я сейчас скажу вот... Например, с собой таскаю. Вот такой у меня всегда в узачке есть свисток. Покажу. Железнодорожники сразу узнают. Это у нас такой рожок. Он вот такой примерно длины, этот рожок. Вот такой вот. Он очень громко свистит. Его отдают сигналистам на сигналы. Ну, сейчас у нас 21 век, рации все пользуются, ими практически не пользуемся. А я вот его приспособил для отпугивания. Послушайте, как он громко орёт. Довольно громко. Ну, и это может отпугнуть зверя. В то же время это и может и приманить зверя. Хрен его знает. Ну, на всякий случай он у меня сюда с собой валяется в рюкзаке. Так что, как-то так. А если ходите один по тайге, то лучше некоторые вообще люди, кто вот летом рыбачат, особенно когда одни, сюда вот на рюкзак вешают какие-нибудь побрякушки металлические. Вплоть даже просто консервную, маленькую консервную баночку с чем-нибудь. И ты идёшь, она у тебя постоянно, как бы, звон идёт металлический. И это может отпугнуть зверя. То есть, если где-то он, допустим, сидит, бывает такое, что вот бывает, встречаешься, близко подходишь. У меня, конечно, такого не было, но по рассказам часто было такое. А вот этот ты будешь идти, и металлический звук сзади тебя, ну, как бы всё равно будет отпугивать зверя. Конечно, это самому надоест, но безопасность прежде всего. Костёр наш догорает, а мы, наверное, потихонечку пойдём к нашим удочкам. Посмотрим, там уже, наверное, мелочь. Всё ободрало. Уже от опарыша на рожевого места не осталось. Костёр догорает там. Тушить его сейчас не обязательно, потому что нижние ветви я пообломал все у ёлки. Ну, а низового какого-то пожара тут и быть не может, потому что сейчас зима. Так что, идём к удочкам нашим. Сейчас кину рюкзак, пошевелю их, там ещё пару лунок, надо переставить. Пробурюсь. И, наверное, мы забуримся ещё немножко дальше. Так, я тут немножко прошёл назад, пробурил несколько лунок. Сейчас будем смотреть, что здесь есть. Будет ли здесь Хайрус? Оп-оп-оп-оп, смотрите. Балин, опускал. Смотрю, что-то висит. А там карапузик. Блин, пока у нас вообще откровенная мелочь, ребят. Вообще откровенная. Так. Пробуем здесь. Во. Да ёпарс это. Ну смотрите, ну что это такое вообще? Ну это же вообще. Это же так нельзя. Ох, наконец-то. О, вот это уже достойный. Блин, столько мелочей, и вот тут на первый смотреть схватил. хорошенький. Хорошенький. Оп-па. Смотри, сразу же кивок. Оп-оп-оп-оп. Маленький. Они там похожи все в куче. Литают. Оп-па. Туда. Оп-па. Тебе же проборный, так сказать. маленький. Оп-па. Еще мельче. Оп-па. Согразу же. Он маленький. Согразу же, но маленький. Такое ощущение, что здесь мелочи просто стоит очень много. Где крупняк? Вот этого непонятно вообще. Опа. Ох, ох, ох. Вот он и крупняк. О-хо-хо-хо-хо-хо. Смотрите, какой красавец. Это просто красавец. Вот он и крупняк. Показал себя. Где? Ух ты, какой красавчик, да? Опа-па-па. Хорошенький. Это вот более-менее. Это уже более-менее. Так, смотрите. Схватил. Вот такие вот сюда клюют в основном. Блин. 90% таких. Опа. Сразу опять клюю. Голочевка стоит, гуляет. Хорош. Коряга цепанулась. Приехал на новое место. Тут, конечно, вставка, смотрите, какая широкая, прямая. Вот такое, плавные повороты. Пис забурился. Здесь вроде такая глубина, более-менее. Попробуем. Конечно, на такой ширине тяжело найти хариуса. Ну, ничего. Будем пробовать. Хорошо сейчас мотобур у меня с собой. А так бы простым мне добуром задолбался бы. Снег уже сырой. Лед, вернее. уже сырой. Максимально тяжело бурить. Плюс, блин, иной раз добуриваю, прям до ручки, блин, не хватает буквально 10-15 сантиметров. Так что, вот как-то так. Кидаем здесь. Смотрим, пробуем, есть ли здесь рыба. Смотри-ка. Ох, красавица, сразу же красавица. Ё-ка-та. Хорошенькое место. Хорошенькое. Опа. Первая же лунка сразу же такой неплохой попался. Ну, так и думал. Если сгибает кивок сразу, хорошенько, то, скорее всего, нормальная рыба. А если вот так вот начинает мозг носить, по-любому мелочевка. Опа. Загнул. О. Хорошенький. Ух ты, ух ты. Идет, идет, красавчик. Вот он. Блин, хорошенькие хориусаты идут. очередной переезд с места на место. Блин, проехал уже, наверное, место 4-5 точно. Нифига, вообще ничего нигде. Вот обед, после 12 вообще поклевки прекратились. Ни мелочи, ни крупного. Не знаю, может быть, найти не могу, просто тупо. И все. Вот сейчас опять тут такой поворот, небольшой кусок прямой вставки, там опять поворот. Вот на этой прямой вставочке забурился, вроде как будто бы нормально. Глубина, по глубине, все четко. Хрен знает. Сейчас будем проверять, есть тут рыба. Хоп, загнуло прям хорошо. Я уже думал сидит. Возьми все бежево. Думал бы какой-нибудь серьезный парнишка. Я думал, он бы дернул удочку немножко. Хотя сейчас снег сырой. Хрен дернучек. Ладно, хоть какая-то пошла движуха. Хоть что-то. Хотя бы мелочь стала поклевывать, и то уже хорошо. Красивая, красивая. Хотя бы блин, такие уже это вселяет какую-то надежду. Какие-то поклевки. Ох ты, ох ты. Ох, отлично, смотрите, какой. Вот, смотрите, мелочь, мелочь была. Раз, и пошли хорошие хорюски. Да стой, ты елка, он, прям отлично. Перед Caribbeanwear. Доброе утро. Малышок, карандашок. Малышок, карандашок. Малышок, карандашок. Малышок, карандашок. Долго не надо будет и много не надо будет. Будет довольно тепло. Температура плюсовая. Завтра тоже вроде вот такая же погода. Если снега не будет, как сегодня утром, то вообще великолепно. Туда обеда смело можно рыбачить, а после обеда ехать домой. Посмотрим, сейчас еще порыбачу. Как там, что? Только завел. Только завел проверить глубину. Сразу же схватил. Мелочевочка. Дает мне нормально пообедать. Встретил там рыбаков. Двух мужчин и двух женщин. Стояли, поговорили с ними. Ну, это было в первой половине дня. Они тоже сказали, где хариус есть, на голову кидаешь, сразу хватает. Тоже сказали, что и мелочь есть. Ну, прилично. Короче, как-то так. Тоже предупредили меня по поводу минведей там. В соседнем еще поселке тоже видели люди очень много следов. Сказали, что аж несколько. Хотя может один-два там вылезти и натоптать. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Маханький какой. Так, ну что, проверил. Я тут еще очередное место. Пошел снег какой-то с дождем. Я, наверное, буду потягиваться потихоньку к будке. Тем более ехать как бы более-менее прилично. Ну, не сильно далеко, но все равно все же. Так что я поеду к избе, пока рыбалку заканчиваю. Вот сейчас все, вон, смотрите, просто пошел какой-то дождь. Хочу взвесить. Пойманный сегодня улов. Поймал особенно таких вот хариусков. Я не читал, честно говоря. Ну, хариус, как бы, в принципе, это хорошенький. Прямо такие вот достойные. Ну, я брал просто такие. Сейчас сделаем контрольный замер, сколько я за день поймал. Но приехал, да, я сюда с утра. Где-то, наверное, 7 уже был. В начале 8-го уже рыбачил. И где-то до 4-х. Получилось 1,915 кг. Ну, ничего, хариус такой более-менее средний, неплохой. Мне этого достаточно. Почему решил ехать домой? Хотел с ночевочкой остаться. Ну, потому что вот под вечер даже вообще никаких признаков похолодания. Ну, и по прогнозу, в принципе, там обещали плюс 1, плюс 2 ночью. Завтра вообще плюс 5. Выехать-то я выйду. Ну, просто аппарат будет сильно греться. Сейчас я посмотрел по прогнозу. Где-то плюс 3. Поеду, ну, с остановочками. А завтра вообще все раскиснет. И завтра будет тяжелее выезжать. Да и как бы рыба особо брать почему-то не хочет. Очень много мелочи. Крупника нет вообще. В общем, как-то так. Собираюсь, еду домой. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok